Всем привет! Вы на канале Все за 10 минут и сегодня мы поговорим над тем, почему огромная Гренландия принадлежит к рощечной Дании, которая примерно в 51,5 раз меньше ее. Присаживайтесь поудобнее, забаривайте чай, а мы начинаем. Погнали! Начнем с статистики. Но также мы возьмем еще один автономный регион Дании, а именно Фарерские острова. Расстояние от Копенгагена, столицы Дании, до Нука, главного города Гренландии, порядка 3,5 тысяч километров. Расстояние от Тарсквана, главного города Фарерских островов, и до Копенгагена 1657 километров, и 226 километров от Тарсквана до Нука. Также между Данией и ее регионами лежит Исландия. Площадь Дании 42 951 квадратных километров, Гренландии 2 166 квадратных километров, Фарерских островов 1393 квадратных километров, население Дании 5 857 тысяч человек, Гренландии 56 653 человека, Фарерских островов 52 889 человек. Этническим большинством в Дании являются датчане, на Фарерских островах Фарерцы, в Гренландии гренландские эскимосы. Принято считать, что первые переселенцы пристали к берегам Гренландии примерно 4,5-5 тысяч лет назад. Вероятно, они были родом с острова Элсмир. По известным причинам, первые гренландцы исчезли с лица земли около 3 тысяч лет назад. После них на острове обосновались представители эскимосской культуры Дорса. Они были охотниками, ведущими кочевой образ жизни. Они населяли Гренландию с 600 года до н.э. до 200 года н.э. А зачем их постигла участь их предшественников? В X веке на территории Гренландии распространились населения Тули. В рамках этой культуры были изобретены первые каяки, гарпуны, санки с упряжками. Антропологи полагают, что современные эскимосы Гренландии произошли от народа Тули. Влияние культуры Тули распространилось по всему острову. В то же самое время норвежцы начали исследовать береговую линию Гренландии. В 1900 году норвежец Гоньбьерн Ольфсон стал первым европейцем, вступившим на эту суровую землю. В 80 лет спустя Эйрик Куртур Валенссон, Эрик Красный, основал здесь первое поселение. Примерно в 1000 году Эйв Эриксон, сын Эрика Красного, начал распространять христианскую веру среди населения Гренландии. Первыми жителями Гренландии были потомки современных инуитов, то есть эскимосов. Они назвали свою страну Калалит-Ненат, что в переводе означает «земля людей». Гренландией эту землю назвал норвежский исследователь, также известный как Эрик Красный. Он отплыл с берегов Исландии в 982 году н.э. Следующие три года он трудился на сельскохозяйственных угодьях южного побережья Гренландии. В Исландию он вернулся в 986 году и начал агитировать своих соотечественников, основывать на острове поселений. Впоследствии в Гренландии было основано несколько колоний, но долго они не просуществовали. В 1605 году король Дании Кристиан IV объявил Гренландию частью своего королевства. До 1953 года остров оставался колонией Дании. Затем все жители Гренландии получили датское гражданство. В 1979 году после всенародного референдума Гренландия обрела статус автономной единицы. Дания по-прежнему продолжает управлять внешней политикой острова. Территория Гренландии состоит из трех административных округов. Западная Гренландия, Восточная Гренландия и Северная Гренландия. 80% населения Гренландии иониты и люди смешанного датского и инуидского происхождения. Современная культура Гренландии основана в европейских ценностях, но тем не менее в ней сохраняются уникальные инуидские традиции. Различия между культурами приводят к возникновению напряженных отношений между людьми, но все гренландцев объединяют любовь к родной земле, холодный климат и изоляция острова от остального мира. Поскольку королевство Дании несет ответственность за международные дела Гренландии, другие страны часто не имеют прямого дипломатического представительства в Гренландии. Их посольства или консульства в Дании несут ответственность за свои отношения с Гренландией и своими гражданами в Гренландии. Гренландия представлена на международном уровне посольствами и консульствами Дании, хотя Гренландия напрямую участвует в некоторых скандинавских организациях, таких как Западно-Северный Совет и Ассоциация заморских стран и территорий, которые обеспечивают членство для зависимых территорий. Соединенные Штаты вновь открыли свое консульство в Ноке, закрытое в 1953 году в июне 2020 года. В 9 веке Фарерские острова приняли христианство, которое было завезено из Норвегии. И до 11 века на острове все еще проживали переселенцы из Норвегии, которые перевозили с собой основы христианства. Фарерские острова находились по владению датско-набежской короной после Лютеранской реформации около 1598 года. Острова были связаны с континентом через Берген и Копенгаген в начале 17 века. В 1709 году товарооборот монополии... Фарерские острова так и остались собственностью датской короны. Тогда Норвегия перешла к Швеции в 1814 году. В 1816 году острова были провозглашены датским округом. Так что это было как раз время формирования пробительства на островах. Орган правления был организован в качестве консультативного собрания в 1852 года. А монополия была отменена в 1856 году, что позволило жителям островов сформировать родной средний класс. Экономика росла разносторонне. Рыболовство стало отдельной промышленностизой уже с 1880 года. В 1882 году стало набирать обороты националистическое движение на островах. Движение стало политизированным на протяжении веков. Нация стала управлять островами по средствам внутреннего самоуправления в 1948 году. Два этих регионов поистине уникальны. Рынландия – это суровая тундра с карликовыми березами и стелящимися кустарниками. А на крайнем севере – арктическая пустыня с редкими очагами мха и лишайников. Богатый животный мир – это северные олени, мускатные овцы-быки, белые медведи, песцы, полярные волки. Вот и все крупные обитатели этой земли. На Фарерских островах полностью отсутствуют деревья, но при этом там самые красивейшие фьорды на земле и красивейшие зеленые луга, натянутые на всему острову. Сам архипелаг включает в себя 17 островов, которые обитаемы, и один остров, в котором до сих пор нет людей. Всем спасибо за просмотр, смотрите следующие мои видеоролики, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи, всем пока.